Ну шо ребята, хоть и с опозданием, но всех украинцев и друзей Украины с Новым Годом, мы тут как говорят выпали из времени и пространства, сами понимаете, как говорил древний классик Житие Моя. За эти пару дней случилось много всего интересного, это и практически провальная попытка залезть и атаковать Украину в новогодние праздники ракетами и дронами, наши ПВО так и реально лучшие в мире, и зверек Бавов на нятка как у нас говорят завитав на Новый Год в сейчас к сожалению не очень солнечную макеевку, последствия вы знаете. Но не об этом сегодня, о том что нам попалось на глаза интересная информация, о том самом БМП Брадли, который называют среди военной публики убийцей танков. У Брадли есть три решительных преимущества над всеми другими гипотетическими БМП, которые могут усилить вооруженные силы Украины. У США как уже известно рассматривают возможность усиления вооруженных сил Украины этими боевыми машинами и пехоты. За время своего существования Брадли проходил многочисленные модернизации, последние версии на вооружении США М2А2 ОДС и М2А3 и М2А4. Все эти машины уже получили дополнительное усиление бронирования, обеспечивающие защиту от огня 30-мм орудий в лобной проекции. И стартовый вес в этих версиях начинается с 27 тонн. В Брадли М2А2 ОДС получили первый комплект интеграции в автоматизированную систему управления и тактическую навигационную систему. Автопушка Брадли имеет эффективную дальность стрельбы 2 км. Пулемет калибра 7,62 с возможностью установки более мощного 12,7-мм пулемета. И друзья, этот аппарат почему называют убийцей танков? Все дело в том, что у него на борту может быть установлен либо автономный автоматический ПТ-Аркад ООВ, либо ПТ-Аркад Джавелин. Результат их встреч и этих девайсов с тем же Т-90 и другими ведрами с болтами и гайками известен. Видео на эту тему много в том же Ютубе. Так что, это возможно даже самый лучший по своим ТТХ на сейчас аппарат в мире с его ТОВТОПУШКОЙ ПТ-АркА и бронированием. И если американцы таки господи прости наважаться их нам начать поставлять, это точно будет предвестником к поставкам Украине из США танков Абрамс даже не сомневаемся. И друзья, не забываем распространять видео там где только его можно распространить. Лайк им, подписываемся на все что можно под роликом и помогаем нашему каналу стать еще больше для охвата еще большей аудитории. Потому как шось не то происходит с хитрыми алгоритмами и соответственно просмотрами и помогаем нам достать 150 тысяч подписчиков до конца месяца. Субтитры создавал DimaTorzok